АПЛОДИСМЕНТЫ В отделение попадали люди по скорой помощи, те, с которыми не справлялись. Фактически облаторный прием и дневной специально. Результаты очень интересные. Язвенная болезнь, несмотря на то, что хеликобактер как бы лечится антибиотиками, травами. Три недели язвы рубцевались. Антибиотикорезистентные штаммы, пневмонии. То есть чувствительность аллергии ко всем известным группам антибиотиков. Три-четыре недели и пневмония завершалась выздоровлением. Я в целом имел примерно пять лет подряд лечебную практику в разных отделениях. Вначале это была районная больница. Затем это был центральный госпиталь МВД. Там великолепная иммунология и очень хорошие результаты по иммунологии, в том числе по травмам. Отдаленный результат. Ну ни один язвенник ко мне в течение двух лет не вернулся. Если говорить об эрадикации хеликобактер пилори, то полугодовая, полумесячная, извиняюсь, полугодовая, шестимесячная ремиссия – это эрадикация. Два года не было ни одного обострения, ни одного рецидива. Это классическое применение в стационаре, где лечебный фактор, кроме стационара – это диета по основному заболеванию и комплексы трав в различные в виде настоя, в отварах, в сухом виде были, в ванной были разные. То есть такое комплексное фитотерапевтическое лечение без применения традиционной фармакотерапии. На сегодняшний момент, ну в принципе, фитотерапия используется в основном амбулаторно. Ну результаты сегодня много было тем о стеатогепатите, о жировом гепатозе, о сахарном диабете, интересные такие компоненты метаболического синдрома. Ну, сахарный диабет второго типа я не лечу, я вылечиваю за 4 месяца у 80% людей. Упор в заболевании, в восстановлении работоспособности печени. Ну, аутоиммунные процессы, ну скажем, тромбоцитопения лечится 2 недели. Вопрос в чем? У меня немножко другая, с иной стороны подход к лечению пациента. Я, ну скажем так, подхожу со стороны правильного питания, как фитотерапевт, как диетолог. И система, получив правильное питание, начинает выздоравливаться. То есть функциональная модель, она начинает работать по, скажем так, в нужном режиме. Почему? Потому что действительно у нас, к сожалению, говорят одно, а лечат немножко по-иному. То есть у нас вот есть растрит действительно от растрита, есть холецистит от холецистита. Завтра будет панкреатит, будем лечить от панкреатита. Вопрос в том, что организм это не набор отдельных органов, как мы наблюдаем сегодня в поликлинике. Это целостная система. Если подходить не как к целостной системе, она начинает работать оптимально и выздоравливать. Ну, результат интересный. У меня уже опубликовано около 45 книг. Сейчас просто немножко сбился со счета, там они на разных стадиях идут. В том числе и в России пошла серия книг. То есть, в принципе, украинскую фитотерапию Россия восприняла. Хотя у них я не скажу, что фитотерапия на последнем месте. Там достаточно хорошо разница. Что касается темы доклада, патогенетическое лечение психосоматических заболеваний. Ну, вот примерно в то время, когда у меня было отделение фитотерапии, я пытался соединить китайскую медицину, индийскую медицину, Японию, Алицену, ну, и Киевский Мерденский. Получился очень интересный такой ёршик и диагностика по дате рождения соматического состояния человека, скажем так, его способности в плане сильных и слабых органов. Она очень здорово помогала подойти к лечению. Но, вот буквально примерно год назад увидел, что есть проще система, которая подходит к состоянию здоровья с другой стороны, со стороны психики. И тоже опирается на дату рождения. Вы знаете, очень интересные результаты, очень хорошо идёт. Почему? Потому что, в принципе, да, я могу повлиять на состояние мозга через улучшение работы печени, очищение крови и наполнение питательными веществами. Мозг отреагирует нормальной работой. Можно подойти совершенно с другой стороны. Почему? Потому что пока мы не воздействуем на психику человека, находясь в стрессе, блокируется работа печени, почек, остальных фильтров. И все мои действия, как врача-терапевта, они сводятся практически к мылу. То есть движение с двух сторон. Со стороны обеспечения правильного питания для организма и регуляции состояния мозга. С другой стороны, приводит к тому, что, в принципе, пациент очень быстро выздоравливает. И работа этого организма, ну, скажем так, она идёт в оптимальных условиях, без сбоев. Самое главное, что процесс идёт гладко, без каких-либо, ну, таких, ну, скажем так, обострений. Почему? Потому что, к сожалению или к счастью, натуральные методы лечения, они, у них такая есть особенность, они, процесс очищения организма, процесс освобождения организма от тех накопленных продуктов жизнедеятельности, которые он разными путями и разными способами накопил, он занимает определённое время. И если идёт активное очищение организма, то, соответственно, и обострения эти, ну, они не каждому пациенту нравятся, они не каждому человеку нужны, поэтому вот такой вот гармоничный подход с двух сторон, он позволяет решить вот эти все задачи, ну, скажем так, с наименьшими потерями для пациента и очень легко и просто. Ну, честно говоря, когда познакомился с системой оценки состояния по дате рождения, то понял, где генетика. У меня, ну, так в семье получается, я там, то, что я насчитал, седьмое поколение фитотерапевтов, вот, мое пятое поколение, дедушка мечтал опубликовать хотя бы одну книгу. Ну, не получилось, в Советском Союзе не получилось, но он вышел на хорошую систему, как гармонизировать через питание, через фитотерапию, оптимизировать работу организма. Причём, вот если подбирать под конкретные болезни, действительно, человек меняется каждый день, вот, и каждый день нам нужно подбирать новые травмы. Поэтому можно подбирать с помощью информатерапии, с помощью личного опыта, вот, но человек меняется каждый день. Он каждый день реагирует по-разному на одни и те же воздействия. Но каждый день человеку нужно обеспечить правильное питание и очищение. И вот тут функциональные системы срабатывают. То есть, когда мы понимаем, что организм работает, что у него есть такой великолепный мощный фильтр печени, который 30% крови очищает в организме. Из тех 15, которые качают сердце, посчитайте, 4,5 тонны крови очищаются в печени. И этот процесс работает достаточно эффективно в одном случае, когда есть частое дробное питание. Ну, правильное питание. 4-5 раз в день человек кушает, 4-5 раз в день сбрасывается жёлт, и фильтр печени очищает свои 4,5 тонны крови. Вот на этом фоне нужно добавить воду, пресловутую, и тогда ещё фильтр печени, свои 1,5 тонны крови очистит в сутки. 6 тонн крови, ни один метод экстракорпорального очищения крови, он близко не стоит. Плазмофорез, знаете, в литр, в лучшем случае 2 через день. И всё. Несколько процедур, и эффективность мета заканчивается. Правильное питание обеспечивает, ну, скажем так, в постоянном режиме. И самое интересное, что на протяжении десятков лет обеспечивает спокойное очищение крови и фактически создаёт фон для сохранения высокого уровня здоровья. Что очень важно в фитотерапии, вот многие пытаются действительно функциональную систему изменить. Ни в коем случае этого делать не стоит. Когда мы, все болезни, это защитно-приспособительные реакции организма на те условия, которые он был поставлен. Если мы ставим организм человека в физиологические условия и питанием, травами, какими-то другими воздействиями помогаем ему работать, помогаем ему жить, организм начинает сам выздоравливать. Понимаете? Когда мы начинаем напрягать организм, вот тут возникают другие проблемы. Я просто в лечении, скажем, сахарного диабета, я за точку отсчёта взял совершенно иной показатель. Я не взял уровень сахара в крови, я взял способность печени накапливать ликоген. Здоровая печень должна накапливать 200 грамм ликогена. Печень, изменённая жировым гепатозом или стеатогепатитом, то есть когда часть клеток печени замещена нейтральным жиром, то есть не работает, она способна накапливать значительно меньше. И вот тут человек с хорошим аппетитом до туго, со здоровой печенью, у него сахар в крови стоял в оптимальном диапазоне, человек с изменённой печенью не может накопить печень в виде гликогена, тот сахар, который попал в пищу. Этот сахар будет стоять в крови. И будет изменяться и чувствительность рецепторов, но первично в развитии метаболического синдрома инсулино-резистентность печени. Это не желание печени накопить сахар в виде гликогена, а невозможность, нет свободного места, потому что часть печени, приличная часть печени замещена нейтральным жиром. То есть эти все вещи, это всё лечится, ну, я вылечивал, но в том числе необязательно контактно на расстоянии, ну, в Греции, женщине с 10-летним сахарным диабетом, который скомпенсирован был на уровне 9-10 мм на литр, через два месяца после правильного лечения восстановления печени, правда, я сказала, у меня питается абсолютно по-другому, не так, как вы мне советуете. Наша греческая медицина, у неё совершенно иные рекомендации. Через два месяца у неё сахар был 4. Креатинин, она находилась на гемодиализе, за нашими границами людей по-другому ведут, если есть почечные недостатки, они все на гемодиализе, наши стоят в очереди. 250 креатинин был у неё в начале лечения, через два месяца спустился на 150. Отдалённые последствия на тесть практически год пила травы. Сахар держался на 4, полгода она не пьёт, сахар у неё стоит на том же уровне. Печень не вернулась, ну, скажем так, в те границы, которых она была полтора года назад. Вот. Ну, что могу сказать? В принципе, психосоматика, она есть, она никуда от неё не денется, только знаете, венерические болезни от удовольствия, всё остальное, в принципе, болезни от нервов, а это всё психосоматические болезни. Вот. Поэтому очень важно, вот действительно, было несколько докладов, знать свои особенности, понимать их и правильно их использовать. потому что у каждого человека есть свои сильные и свои слабые стороны. Вопрос в том, сильные стороны многие знают, а слабые пытаются прятать, вот, знаете, ну, не получается у меня. Так вот, если подойти к организму, ну, скажем так, с нужной стороны, то слабости становятся сильными сторонами, и вы начинаете активно двигаться в том направлении, которое хотите. Я лечу все разрешённые заболевания, то есть это кроме хирургии и реанимации. И теперь я упустил, это не случайно, это самое, отделение нетрадиционного милиции без госпита? Нет, это я... Это осталось? Нет, нет, нет. Хотя там выпускник, я вот 6 лет преподавал на капелье фитотерапии, Татьяна Петровна, наш выпускник работает в этом отделении. Я работал в 24-й больнице на Рейтерской, сейчас это 17-я больнице. Можно будет подойти потом? Да, конечно, конечно. У меня есть ещё раз. И ещё какие-то вопросы будут. Добрый спец. Это правник, уже квалификованный лекарь, в 3-м или 4-м походе. Его бабка лековала при дворе, там таки, и мама его уже в иголок заканчивала, наш, я говорю, наш, Тараса Шевченко, национальный университет, а Борис Львович, просто он не сказал, он действительно работал у нас на капель, и, действительно, и, действительно, это успеховало. Прабабцы, бабцы, мамы, и уже на более высоком уровне, более научно, оборудовало, и входило до психотерапии. Это, действительно, было первое отделение, и еще на взломе распаду Радянского Союза у нас в Киеве было первое створено отделение психотерапии. Но, так как вы понимаете, так как в Персонской области, в Персонской области, в Персонской области, то есть, собирание, подготовка, приготовление, а финансово там, ну, копейки. И, так или нет, отделение на Рейтерской было закрыто. Но результативность, эффективность там была чемпала. Поэтому он уже имеет свою клиентуру, уже нацелетную руками, имеет свой центр, так или нет, он работает с центром, с наукой не захотел, как он делает, это очень заморозно, это очень важная справа. Лукьян Васильевич знает, что это такое, и другие выкладчики знают, что это методички, читания. Он в своем вольном поклику души працюет сам для себя и на себе. И, научаясь, навчает и делится своим воспитанием. Это коротко про Скачко Бориса Глебовича. Он в другом, где и вы. Який канал не включите, и диетолог, и фототерапевт, и терапевт, я уже забыла, кто он такой. Но я кругом справляюся. Но диетологи передали, что они хотят вас бачить на курсах, чтобы вы пришли на их участие. Вы даете слушательные рекомендации, но у нас есть кафедра диетологии, поэтому они вас ждут. Борис Глебович, какие были еще запытания? Запрошу, запрошу за петель. Плеваю, да? Шановники, мы, в принципе, да, Борис Глебович, я вручаю вам подяку за вашу дописку. Так что, я пью, я пью. До нас подойдут те, что мастер-классы, там товарищ Щукил, активный целитель у нас есть, ну, пока вы не такие, как у нас, то дозвольте мне Василий Михайлович.